приветствую дорогие друзья дорогие братья и сестры мир вам я хотел спросить вас не жалеете ли вы что вы сегодня здесь старшее поколение говорит нет может молодые пришли от друзей которых они ожидали не пришли может где-то разочаровались у нас людей есть такая тенденция ну и когда мы видим что зал полный мы как-то знаете по-другому не знаю или мне так кажется ли я так а когда мало людей совсем мало то и дух как будто другой но мы тоже люди слава богу я хочу вам сказать я вспоминаю молдову 5 лет назад 6 как мы переехали для меня очень сильно запомнились четверговые служение богослужения когда в зале было ну зал наверно был два раза больше здания а людей столько же ему я приходил в четверг был хор и вот было мало людей но вот эта ностальгия вот ты приходишь четверги ты слушаешь слова программы тоже практически не было но само слово в это время лето солнце эта атмосфера в здании она мне запомнилась именно тогда когда было мало людей и слушая как начиналось это служение сегодняшнее вечернее богослужение стих который стихи были прочитаны слушая первое слово я удивляюсь еще раз еще раз как чудно работает дух святой мы не договаривались о чем сегодня проповедовать но господь по своему смотрению по своей воле сделал так что мы будем друг друга сегодня дополнять слушая братьев я вижу вот здесь хорошая мысль будет повторяться вот здесь и сегодня я хотел бы предложить для каждого из нас один текст который записан в первом послании апостола петра в прошлый в среду бог позволил нам мы размышляли первой главе сегодня хотел бы чтобы мы продолжили размышление на это послание и посмотреть на вторую главу что пишет петр если у вас есть библия сегодня в этот вечер я хочу чтобы вы открыли вместе со мной давайте мы прочитаем первое послание апостола петра 2 глава 1 10 стихов апостол петр во второй главе с первого стиха пишет так итак отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко чтобы от него возрасти вам во спасение ибо вы вкусили что благ господь приступая к нему камню живому людьми отверженному но богом избранному драгоценному и сами как живые камни созидайте из себя дом духовный священство святое чтобы приносить духовные жертвы благоприятные богу иисусом христом ибо сказано в писании вот я полагаю все не камень краеугольный избранный драгоценный и верующий в него не постыдится итак он для вас верующих драгоценность а для неверующих камень который отвергли строители но который сделал со главой угла камень преткновения и камень соблазна о которой они притыкаются не покараясь слову на что они и поста оставлены но вы род избранный царственное священство народ святой люди взяты его дел чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет некогда не народ а ныне народ божий никогда не помилованные а ныне помилованные аминь перед тем как мы перейдем к размышлению прочитанного текста я хотел бы очень коротко очень быстро напомнить всем нам о чем мы размышляли в прошлую среду в первой главе этого соборного послания апостола петра он пишет о великой любви и милости бога и вот в своих стихах он напоминает всем кто находился в рассеянии на то время что совершил господь для каждого из них и господь через искупительную смерть на голговском христе и воскресенье иисуса христа из мертвых первое что делает он возродил нас к жизни он воскресил нас из мертвых после павел пишет так бог богатый милостью в по своей великой любви который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям оживотворился христом благодатью вы спасены и помимо того что бог возродил петр еще напоминает ими другое что христос там на голговском кресте он примирил нас с отцом небесным и не только примирил он не только дал прощение но он еще и дает нам наследство наследство вечное уготованное нетленное неувядаемое иногда знаете некоторые верующие из чувства смирения говорят вот я хотел бы оказаться хотя бы у порога вечности но с другой стороны когда ты читаешь слово божие видишь христос не предлагает нам просто где-то у порога не где-то с краю на последней скамейке но он предлагает с ним вместе царство небесное вечность и так петр говорит им что бог по своей милости возродил и дает наследство это то что сделал господь для каждого из нас во второй же главе петр говорит что ожидается от верующих в него и здесь я хотел бы остановить ваш взгляд на первую мысль посмотрите петр пишет о перемене образа жизни это первый стих он говорит так отложив всякую злобу и всякое коварство лицемерие и зависть и всякое злословие как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко дабы от него возрасте вам во спасение ибо вы вкусили что благ господь в этих стихах я хочу обратить взгляд только на два глагола посмотрите отложив отложив и возлюбите два глагола все они оба вместе передают одну и ту же мысль переход от старого к новому от ветхого к новому от старого к хорошему и во втором послании коринфянам павел как бы подчеркивает тоже мысль посмотрите он говорит так итак то во христе тот что тот новая тварь потому что древнее прошло теперь все новое и слово все подразумевает абсолютно все отложив я посмотрел что означает в этом стихе отложить я нашел что отложить здесь подразумевается оставить в сторону снимать себя слагать устранять или прекращать и с другой стороны возлюбите означает хотеть желать любить возжаждать кто-то прокомментировал так оставить значит отказаться от всего возлюбите оставьте переход от одного к другому что еще передает здесь автор посмотрите он говорит о ценности молока мы знаем что новорожденные дети видите они без молока не могут расти сегодня люди придумали формулы сухие разные знаете такие прибавки если нету молока но если взять так за общее без молока нету роста и новорожденный он не может расти если не будет питаться здесь же он говорит то же самое вы должны возрастать вам нужно это молоко вы должны оставить все в прошлом и начать новое хоть мы и живем в этом мире и знаете этот мир влияет на нас мы выходим в этот мир мы сталкиваемся с людьми мы сталкиваемся с разными ситуациями в жизни разные испытания достигают нас но этот мир он не должен изменять нас он не должен влиять на нас мы не должны прогинаться под него но наоборот как пишет Павел в 12 главе к римлянам не сообразоваться с ним но преобразоваться обновлением ума нашего оставить ветхое и изменить свой образ жизни Петр обращается к рассеянным и напоминает им вы находитесь там рассеяны везде оставьте прежний образ жизни второе на что обращает апостол Петр здесь внимание своих слушателей посмотрите он говорит приблизьтесь к Господу четвертый стих приступая к нему камню живому человеком и отверженному но Богом избранному и драгоценному приступая я хочу чтобы мы посмотрели на это на это слово я посмотрел что означает в оригинале и здесь нашел так посвящать себя присоединяться примыкать вступать в связь приблизиться чтобы остаться интересная мысль приблизиться чтобы остаться не уходить Иисус Христос в своем Евангелии когда говорит ученикам о единстве когда говорит им о пребывании он в Евангелии от Иоанна говорит им некоторые вещи каким образом они могут пребывать на нем вы помните все прекрасно эти стихи этот отрывок я прочитаю его 15 глава Христос обращается к ним и говорит прибудьте во минуту я вас как ветви не может приносить плода сам собой если не будет на лозе так и вы если не будете во мне 175 �로 если Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветви засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, я возлюбил вас. «Прибудьте в любви моей, если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Прибудьте во мне». Петр говорит «приблизьтесь и оставайтесь там». Оставьте прежний образ жизни и приблизьтесь к Господу. Принятие Иисуса Христа как Господа, как Спасителя, подразумевает определенные отношения. И поэтому очень уместно здесь, очень красиво приблизиться, чтобы остаться, чтобы пребывать с Ним. Это не какие-то кратковременные, краткосрочные, но это долгосрочные отношения. Это целая вечность. Кто-то говорит, слышал такую мысль, люди так стремятся в вечности, в рай, куда-то, какое-то место где-то там, когда на самом деле это быть с Иисусом. Туда мы все стремимся, быть с нашим Спасителем. К большому сожалению, многие современные так называемые христиане, они утверждают своими словами, заявляют, что знают Господа, что уверены, что спасены. Но когда смотришь на образ жизни, на плоды, которые они приносят, к большому сожалению, понимаем, что далеко они не пребывают во Христе. Слово Божие, которое так важно для нас, для того, чтобы возрастать, оно должно оставаться в нашем сердце. Итак, Петр говорит, нужно изменить прежний образ жизни. Второе, он говорит им, чтобы приблизиться к Господу. И третье, третий момент. Созидать из себя храм духовный. Вот в пятом стихе он пишет так. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Размышляя над этим стихом, когда Петр говорит о камнях, я вспомнил, когда он обратился к Симону, помните, он дал ему новое имя, говорит, «Ты будешь называться Кифа, то есть камень». И потом в другом месте написано, «Петр, ты камень, и на этом камне я создам церковь мою». Вот этот Петр, который несет в своем имени значение «камень», пишет церкви, пишет верующим, чтобы они тоже были камнями. Они тоже являются определенными камнями. Почему? Для чего он это делает? И здесь я вижу два момента, две причины, почему Петр так говорит. Это место. Говоря о месте, я имею в виду ничего другого, как о нашем сердце. Созидайте из себя дом духовный для того, чтобы приносить жертвы. Сделайте из себя место для того, чтобы там ваши жертвы возносились к Господу. В Ветхое время Господь усмотрел место. Иерусалим, храм. И когда мы читаем разговор Иисуса Христа с Самарянкой у колодца, мы делаем вывод, что между Самарянами и Иудеями были постоянные споры, где приносить, где поклоняться, где молиться. Но Иисус отвечает и говорит ей, что настанет время, и настало уже. Истинные поклонники будут поклоняться в Духе истине. И Петр говорит, и устрояйте из себя дом духовный, чтобы приносить жертвы. И здесь я хочу прочитать Первое Коринфяно, где Павел цитирует, пишет так. «Не знаете ли, что тела ваши суть храма живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете, вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи. И в Евреяме он пишет, и так будем через него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Созидайте из себя храм духовный, чтобы приносить плоды, и чтобы приносить жертвы, благоприятные Иисусом Христом». Петр, который, может быть, лучше понимал, что значит «созидать», пишет и призывает верующих созидать из себя. Вы должны это делать. Это глагол, который стоит в форме, где он призывает их. Это множественное число. Вы все должны созидать. Каждый, собственно, в своем порядке. Вы род избранный. Почему нужно созидать из себя храм? Одна из причин, потому что вы род избранный. Это 10 стих. «Царственное священство, народ святой. Люди взят его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». И сегодня, перед началом богослужения, мы прочитали с Ефесянам, Павел повторяет эту же мысль. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Иисуса Христа». Итак, апостол Петр призывает верующих, всех, кто читает это послание, и сегодня он обращается, Господь, через эти стихи ко мне. Три вещи. «Оставить прежний образ жизни». «Изменить и не жить так, как жил раньше». Второе, он говорит, приблизиться к Господу, приблизиться так, чтобы остаться. И третье, созидать из себя дом духовный. Разрушая над этими текстами, я хотел бы призвать себя в первую очередь, а также каждого из нас пересмотреть свой образ жизни, пересмотреть свои отношения с Иисусом Христом, пересмотреть свой процесс строения. Может быть, Господу неугодны те слова, те дела. Может быть, Ему неприятно, когда мы ведем себя не так, как хотелось бы. Может быть, жертвы, которые мы приносим в этом храме, могли быть бы лучше. Пусть Бог благословит каждого из нас исследовать себя, размышлять и изменяться. Да будет во всем имя Его прославлено. Аминь. Помолимся.